Друзья мои, итак, мы продолжаем наше занятие. Сегодня у нас уже четвертое занятие, и мы с вами выучим красивую, несложную мелодию, которая называется «Северный ветер». Ее можно исполнять двумя способами арпеджио. Я покажу вам сейчас первый способ, и потом расскажу, как играть вторым способом. Но прежде чем мы приступим к разучиванию, к разбору этой мелодии, один раз позвольте мне ее наиграть, для того, чтобы у вас было представление, как она должна звучать. Вот такая вот мелодия. Ее можно играть циклично, повторять. Когда вы сейчас ее разберете, вы убедитесь в этом. А сейчас давайте я расскажу, на что следует обратить внимание, для того, чтобы эту мелодию исполнить. Во-первых, нам нужно научиться аккуратно зажимать струны пальцами, таким образом, чтобы подушечки пальцев не задевали соседние струны. На шестом ладу на второй струне следует зажать указательный палец. На седьмом ладу на третьей струне нужно зажать средний палец. И мы играем, начиная с четвертой струны, перебор, который называется «шестерка». Напомню, как его следует исполнять. Большим пальцем мы будем играть по четвертой струне, всегда в данном произведении четвертую. Потом указательным третью струну, средним вторую, безымянным первую. Снова средним вторую и указательным третью струну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть нот, арпеджио шестерка. Поиграйте таким образом, чтобы каждая ноточка звучала чисто. И все щипки у нас завершаются без опоры, приемом тиранда. То есть не останавливаем пальцы на соседних струнах. Рекомендую играть следующим образом. Руку держать правую таким, в таком положении, чтобы каждый палец как бы висел в нескольких миллиметрах над струной, которую он защипывает. Большой палец над четвертой струной, указательный, соответственно, на третий, средний над второй и безымянный над первой. Поиграли. Теперь мы добавляем безымянный палец на четвертой струне на восьмой лад. Зажимаем тоже аккуратненько. Таким же образом играем два раза. В композиции повторяется каждый вариант перебора. После того, как вы поиграли таким образом, мы добавляем еще четвертый палец, мизинец, на второй струне, тоже на восьмом ладу. Первая струна у нас всегда свободная, то есть мы на ней никогда не зажимаем. И здесь следует отметить, когда вы играете последний вот этот аккорд, указательный палец можете не снимать. Пусть мизинец перекрывает эту ноту. Она все равно находится на второй струне. Здесь на шестом ладу зажата, а здесь вы мизинцем зажимаете на восьмом ладу. А потом убираете мизинец и всю конструкцию смещаете на одну позицию вниз. Таким образом, чтобы безымянный у вас оказался на седьмом ладу, указательный на пятом и средний на шестом ладу. Два раза ее играете. И все, потом возвращаете снова на исходную позицию, на тот аккорд, с которым мы с вами начинали. Играем с четвертой струны. Следите, чтобы не было никаких дребезжаний. И теперь пару комментариев. Играем аккуратненько, таким образом, чтобы большой палец у вас на левой руке вообще никуда не сдвигался. То есть он у меня практически на протяжении всей композиции, даже когда я меняю позицию, он остается на месте. Вот смотрите, давайте мы вот так вот поиграем, чтобы вам было видно. Я кладу гитару вот сюда. И вот смотрите, я начинаю играть. Палец на месте, добавил безымянный, добавил мизинец и передвинул все вниз на ладу. Большой палец у нас не сдвигается. И снова возвращаемся. Ну и так далее. Играете, гитару держите так, как вам удобно. Это то, что касается большого пальца. Как вы заметили, он не выглядывает над грифом и в таком положении тоже не лежит, не поддерживает гитару. Всего лишь напротив указательного пальца. Еще один важный момент. Когда будете играть, старайтесь, чтобы руки у вас не были напряжены. То есть если чувствуете легкую зажатость, сразу же давайте команду себе, расслабляйте руки для того, чтобы не было вот этого напряжения, которое может сформироваться в привычку. И потом любую композицию, в которой вы будете играть, вы будете играть с напряженными зажатыми руками, пальцами, кистями и так далее. Расслабьтесь, играйте свободно, красиво и качественно. Это у нас первый вариант. Как я говорил, я покажу вам еще один вариант. Можно играть эту же самую композицию с сохранением той же самой аппликатуры, но уже перебором не шестеркой, а то, что называется восьмеркой. Звучать будет следующим образом. И снова возвращаемся. Повторяем. Я думаю, что вы помните этот вариант арпеджио. Если не помните, посмотрите, пожалуйста, второе занятие, на котором мы с вами обсуждаем, каким образом можно играть на гитаре, используя приемы арпеджио. И я допускаю, что у вас возникает вопрос, а как же по поводу вот этого вот перехода, то, что у нас присутствовал в первом варианте. Он подходит именно к первому варианту, когда мы играем перебором арпеджио. И сейчас я его вам покажу. Мы заканчиваем как раз-таки последний аккорд. Это, как мы отмечали, безымянный на седьмой позиции, на четвертой струне, указатель на пятой позиции, на второй струне. И средний палец на третьей струне, на шестом ладу. Вот сыграли. А потом играем только большим пальцем, начиная с четвертой струны, зажав седьмой лад. Мизинцем зажимаем в восьмой лад. Снова возвращаемся на седьмой лад. Пятый лад играем указательным пальцем. И переходим уже на пятую струну. До этого все играли на четвертой струне. Играем восьмой лад мизинцем. Играем седьмой лад безымянным. И играем потом четвертую струну открытую. И вот что у нас получилось. А потом, когда вы играете четвертую открытую, можете подставить опять первый аккорд. И сразу же продолжить исполнять эту композицию, так как вы играли ее в самом начале. Вот сейчас давайте еще один раз сыграем, чтобы вам было заметно, как это исполняется. Вот один раз проиграли последний аккорд и потом... И снова перешли на самое начало. Хорошо. Позанимайтесь. И на что обратите внимание. Каждая ноточка у вас должна быть ровненькой. Мы репетируем здесь чувство ритма. Раз, два, три. Раз, два, три. Ни в коем случае нельзя играть... С таким вот разбалансированным ритмом. Ровненько, четко держите каждую долю. Следите за тем, чтобы любая нота, которую вы извлекаете, она была чистенькой, без всяких дребезжаний или приглушений. И это уже закладывает фундамент того, что вы будете чистенько играть любую композицию. На этом я хочу это занятие наше с вами закончить. Пожелать вам всего самого наилучшего. Возьмите сейчас время. Вы выделите гитару. И пока еще у вас пальцы не забыли эту композицию, поиграйте ее несколько раз, для того, чтобы она осталась в вашей памяти. Также я для вас прикреплю табулатуру и нотный вариант этой композиции под этим видео. Вы сможете скачать их в формате PDF. PDF открывает практически любая программа и любой браузер, Adobe Reader и похожие программы. Можете распечатать или поиграть с монитора, для того, чтобы были уверены, что не забыли ни одну ноточку. Шпаргалки в таких случаях помогают. Всего доброго. Увидимся с вами уже завтра на следующем уроке. Пока.